МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет картина такая, и так сразу не сформулируешь. Все вы это слово знаете, слово развитие всеми употребляется многократно. И даже Гегель объясняет, почему люди не знают смысл таких самых употребительных понятий. Почему? Потому что они их употребляют с детства. А в детстве люди как постигают? Они просто повторяют, как за взрослыми. Они повторяют за взрослыми эти слова, и поэтому такой задачей осознать, что это означает, не встает. И с детскими представлениями, с представлением о том, что означает данное слово, люди остаются до глубоких ксидин. Если по дороге не попадут в ситуацию, когда они начинают специально изучать философию и разбирать, что это такое. Поэтому если вы будете спрашивать у обывателя, что такое развитие, вам никто не объяснит. Но вы можете на себе потренироваться. Вот я вас спрошу, что такое развитие? То, что вы это слово слышали, это слово известное. У Гегеля говорится, что известное еще не есть от того познанное. Кому неизвестно слово развитие? Нет таких. Что такое развитие? Что? Это поступательное движение к ростовому слой, но в обмене совершенную, более совершенную. Или в обратную? То есть и в обратную? Ну, в обратную. Вот и здорово вы. Вы прямо так быстро начали скакать, быстро и себя и по ногам. Оригинально. В том-то и дело, что обратно не получится. А вот развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. А что такое сложное? Вам понятно, что такое сложное? Сложное из простых. Сложное из простых. Вот то, что сложное из простых. И все время идет этот процесс. Поэтому и время только в одну сторону двигается. Потому что развитие Вселенной, развитие материи во времени означает, что каждый раз материя уже сложнее, чем она была раньше. Это отдельные там есть тенденции упрощения, разрушения, уничтожения. А общий процесс идет движение низшего к высшему, простого, к сложному. Значит, этот процесс развития изучает специальная, можно сказать, философская наука – диалектика. Диалектика. Хотя некоторые товарищи под диалектикой понимают искусство спора. Дескать, вот человек овладел диалектикой, и он легко переспорит того, кто не овладел. А это ведь не задача переспорить, задача – постигнуть, понять, познать. Поэтому это не просто искусство спора, а диалектика – это философское учение о законах развития природы, общества и сознания. А первоначальный термин диалектика означал искусство вести беседы, рассуждать, Сократ. Наиболее яркое воплощение диалектики, как учение о развитии, мы находим у Гераклита. Все течет, все изменяется. Это половина того, что мы должны сказать. Потому что если оно все течет, то это же все, то есть оно остается этим всем. То есть тут не только есть неравенство с собой, изменение, но и равенство с собой. Все течет. Вот, скажем, Нева. Это река. Она течет? Течет. Она изменяется? Изменяется. Она остается Невой? Остается. Смотрите, у нее и русло меняется, и вода в ней меняется. А в то же время русло, как было, так и остается в гранитных берегах. И поэтому тут сразу имеется два противоположных момента. Изменение и сохранение равенства с собой. Идеи развития, проявившиеся в разных науках биологии, космологии, истории, были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии и, прежде всего, в сочинениях Гегеля. Почему Гегеля так уважают? Потому что он привел диалектику из набора таких правильных и оригинальных всяких положений, остроумных, привел в систему. И построил систему диалектики, которая вот так построена, как вы сказали про развитие. Берется самая простая категория, чистое бытие, и дальше строится. Сначала категории бытия, потом категории сущности, потом категории субъективные. Уже не объективного мира, а субъективного мира. У него в книге «Наука и логика» есть два тома. Первый том по его замыслу – объективная логика. Второй том – субъективная логика. То есть логика, так сказать, наших понятий в нашем голове. А объективная логика – это тоже категории, это тоже понятия, но они отражают движение объективного мира. Ничего, так сказать, сравнивого с Гегелем, философии, науки, логики нет. Поэтому, скажем, Маркс положил в основу написание своей работы «Капитал», вот эту систему диалектики. И считается, что после того, как Маркс закончил свою работу над «Капиталом», то мы получили материалистическое обоснование диалектики. И получили не идеалистическую диалектику, как движение идей, а движение реального, не просто мира, а реальной основы этого мира – движение материального производства. Маркс и Энклис рассматривали развитие как атрибут материи. То есть не бывает материи, которая не развивается, это ее присуще внутренне. И диалектика, которая у них есть, диалектика материалистическая. А метафизика? Буквально это после физики или над физикой. Наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Впервые термин «метафизика» употребляет Андроник Радосский, первый век до нашей эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самом по себе. Метафизика как метод познания и понимания природы сформировалась первоначально в естествознании, затем была перенесена в философию Беконом и Локком. Классическая метафизика XVII-XVIII веков была антидиалектична. То есть не признавалось развитие и механистично, то есть все формы движения сводились к механической. Неометафизика существует или в форме плоского эволюционизма, или так называемого творческого эмерджентизма. С XIX века понятие «метафизика» означает противоположный диалектике метод, отрицающий саморазвитие бытия через противоречия, тяготеющий к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Хотя мода на метафизику сейчас не только не прошла, а, можно сказать, усилилась. И в современной философии люди рассуждают о метафизике, хотя это, в общем, отжившее уже философское понимание. Энгельс, например, так говорил про метафизику, что обыватель, то есть человек, который специально не изучает науку, он кормится остатками умерших философских систем и обрывками курсов по философии, которые были в свое время прослушаны в вузах. То есть вот обыватель, у него мышление метафизическое, и у него нет такого движения, которое отражало бы движение самой материи. То есть у него движение понятий, отражающее движение живой жизни, отсутствует. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих между собой моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принципа объективности, развития, детерминизма, системности и конкретно исторического подхода. Закон. Ну вот я могу даже спросить. Слово «закон» вы все, конечно, слышали, все знаете. А законы бывают двух видов. Бывают законы юридические, а бывают и законы природы и общества. Объективные законы. Что такое вот объективный закон, кто-нибудь может сказать? Это для вас не новость, правильно? Есть объективный закон. А что такое закон? Наша жизнь подчиняется объективным законам? Подчиняется. А чему бы она подчиняется? Что такое закон? Вопрос резонный же, правда? Что такое закон? Непреложные правила, которые должны выполнять все. Непреложные правила. А кто это такие? Это похоже на Господь Бог есть. Закон ума – это непреложные правила, которые должны выполняться. Как-то даже странно говорить о нем, что оно должно, потому что оно просто будет выполняться в любом случае. И никаких правил никто не формулировал. Это наоборот. Люди еще выясняют, о чем он состоит. Объективный закон, правда? Или закон тяготения. Это правило? Или это просто факт жизни? Что если я выпрыгну отсюда, то я буду падать. И никаких правил для этого не надо. И без всяких правил я буду падать. То есть такая формулировка не совсем. Вот на правила больше похожи законы, которые устанавливает Государственная Дума. А потом их обсуждается и федерации. Потом они подписываются президентом и становятся юридическим законом. Вот право – что такое? Это мы уже убежали от этих законов, о которых говорим. Но в сферу общественного сознания, а не в сферу бытия. Что такое право? Слышали про право? Есть юристы, есть судьи, есть прокуроры у нас. Есть правовые отношения. Имею ли я право? Вот по этому поводу даже анекдот есть такой. Приходит человек к адвокату, говорит, имею ли я право? Тот говорит, да имеете, имеете. Да я еще не успел спросить, имею ли я право? Тот говорит, да имеете, имеете. Имею ли я право? Да имеете. А могу? Нет, не можете. То есть что такое право в юридическом смысле? Но это право – это право у вас получилось. Вы определяете право через право. Это замкнутый круг. Не пойдет. То есть право надо определять не через право. Согласны? Что такое право? Юридическое. Вот у классиков есть классические определения, чем они хороши. Что их один раз услышал, запомнил на всю жизнь, и все. И там ничего не убавишь, и ничего не прибавлять не надо. Они короткие и ясные. Право, писал Маркс, есть возведенное в закон воля господствующего класса. То есть всякий господствующий класс в обществе устанавливает такие законы, какие ему нужны. Поэтому по смыслу право – это воля господствующего класса. А потом уже рассказывают, что это такие-таки нормы, которые там теми принимаются. Это все процесс. А суть дела состоит в том, что это некие нормы, которые выражают волю господствующего в обществе класса. Вот и все. Вот что такое право. Но это юридическое право. Это право, которое формируется как письменное право, как система законов, нормы и так далее. А когда мы говорим о законах природы, закон всемирного тяготения, закон термодинамики – это что такое? Александр Ильич, перезвоню я сейчас на лекции, ладно? Вот. Что ж такое законы? Был другой крупный человек, Гегель, который тоже очень для… Я бы так сказал, что которые думали о студентах. Как запомнить-то просто? Чтобы было вот дать формулировку, и она простая, легко запоминающаяся, универсальная, и ко всем подходит. Согласно Гегелю, закон есть спокойное в явлении. Вот явление, представляете? И такое, и такое бывает, и такое, и такое. А есть вот в этом явлении то, что неприходящее, то, что постоянным является. Вот это спокойное… Вот это спокойное… Представляете, море всё время бушует, а есть подводные течения. Подводные течения идёт и идёт, идёт и идёт, вот течение Гольфстрима идёт, независимо от того, буря или не буря, туман или не туман, мороз или жара, оно от этого не зависит. То есть то глубинное, то сохраняющееся, то, что есть в изменении, да? Спокойное в явлении, вот краткое и понятное. Вот то, что в вас сохраняется во всей вашей деятельности, это вот в вас лично, это закономерно для вас. А то, что не сохраняется, то случайно. Сегодня так, завтра так, а вот для вас характерно вот это, вот это, вот это. Систематическая работа над собой, чтобы стать настоящим крупным музеологом. Вот. Вот, наверное, что является законом. А всё остальное – это поверхность. Так. Законы делятся на всеобщие, общие и частные. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статистические законы. Статистические законы, так сказать, их выводят, можно сказать, просто начинают подсчитывать, с какой частотой что повторяется, и вот тогда эту повторяемость и фиксируют. Законы диалектики – это всеобщие законы. Действия их – живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. Вот что изучает философия? Она изучает всеобщее. То есть то, что есть во всём. То есть она… Почему, скажем, можно это всем и нужно это всем знать? Потому что это есть во всём. Нет ничего такого, чтобы, как всеобщее, не рассматривалось бы в диалектике, в философии. И всё, любое конкретное, единичное, вот вы как единичный человек, вот вопрос к вам, вот вы женщина, да? Но вы конкретная женщина, вы от женщины отличаетесь как всеобщие? Это вопрос на засыпку. От мужчин-то вы ясно отличаетесь. От женщин вы отличаетесь? Нет, не отличаетесь. Правильный ответ. То есть конкретная женщина не отличается от женщины. Просто она единичная, а есть всеобщая. И конкретный мужчина не отличается от мужчины. Он отличается от другого мужчины, да. Но от мужчины он не отличается, Потому что понятие мужчины – это всеобщее, понятие женщины – это всеобщее. Так. Есть такой закон перехода количественных изменений в качественные. То есть накопление идет, накопление знаний, умений, и человек становится, получает второе качество. Вот он научился читать. Теперь он и так был уже плодом развития человеческого общества. А когда он научился читать, он начинает сам самостоятельно приобщаться к этому вечному и бесконечному. Человек стал ходить в музеи, он приобщается через музейную культуру, через историко-культурное наследие. Человек стал ходить в филармонию, в театр, и он приобщается через художественные образы, а не через понятия, но тоже приобщается к тому бесконечному и вечному, который федерализует жизнь человечества. И поэтому получается так, что вот даже в развитии человека появляются скачки. Мы различаем, так сказать, в развитии человека. Мы говорим, что вот человек, так сказать, юноша, а вот он уже взрослый человек. Вот он уже создал семью. И в этом плане, так сказать, взрослые люди становятся родителями. Родители не выбирают, даже если они не нравятся детям, то они, по крайней мере, остаются родителями на всю жизнь. Сам переход в новые качества происходит скачком. А скачок – это что такое? Вот скачок. Например, такое понятие вы, наверное, слышали, знаете, иногда бывают скачки. Вот развитие идет постепенно, постепенно, постепенно. Раз. Самый простой пример скачков – это вот вы. У вас чайник электрический или вы нагреваете на магазине? Электрический. Вот вы включили чайник, наполненный водой. Сначала он молчит, потом начинает шуметь. Вы вообще думали на тему, что он шумит-то? Что он шумит-то? Что он хочет сказать? Воздух выходит. А? Воздух выходит. Воздух выходит? Воздух выходит. Не, вы ошибаетесь. Если воздух выходит, он тихо выходит. Выходит и выходит. Вон у вас воздух все время выходит, когда вы выдыхаете. Шума никакого нет. А почему из чайника выходит такой шум? Или он рекламой занимается? Сам себя рекламирует. Это похоже больше на это. Что если какая-нибудь реклама идет, то она и громче, и грохочет. А в чем дело? Какой там процесс совершается в чайнике? Не задумывались? Но мы задумываемся в связи с понятием скачок. Потому что, как вы понимаете, потом вдруг раз, щелчок, и все это. Вдруг все бурно, так сказать, бурно встало кипеть. Кипяток получился. И в чайнике выключается. Это скачок. Переход. А что такое? Что за скачок? Переход в другое агрегатное состояние. Было какое состояние? Вот когда пар-то получается. Переход в пар. Это когда все бурлит, и вся вода переходит в пар. Уже не какие-то там элементы, или частички. Откуда этот шум? Какой там физический процесс? А физический процесс такой. Поднимается. Где появляются пузырьки пара? Внизу или вверху? Нагреватель где у чайникового? Внизу. Значит, внизу появляются пузырьки пара. И вообще внизу уже теплая вода. А вверху сначала вода какая? Холодная. И вот этот пузырек поднимается наверх. А когда он поднимается наверх, он попадает в слои холодной воды. И что происходит с этим пузырьком? Он захлопывается. Вот представляете, был пузырек, а он закрылся. Что получается? Посмотрите на меня. Второй пузырек захлопнул. И потом бурные аплодисменты. Когда их всё больше и больше и больше, и всё больше этих аплодисментов, и, наконец, всё закипело. Всё вращается в пар. Уже нет их отдельных пузырьков, нет этих хлопков, и уже всё бурлит. Вот это. Так что такое скачок? Это я бы представил вам представление. Вы представили. А что это такое скачок? Как бы вы определили? Вы тоже можете совершить скачок. Что такое скачок, скажем? Вот определения, которые я вам даю, все очень простые. Скачок – это перерыв постепенности. Вот шло, шло, постепенно накапливалось, накапливалось, накапливалось. Раз! В этом смысле революция – это скачок. Правда? Потому что было, недовольство нарастало, нарастало, были отдельные восстания, были протесты, были выступления, было подавление этих выступлений. Потом раз, и появилась другая власть. И началось строительство другого общества, другой общественной формации. Это скачок. Или, скажем, есть такой закон единства и борьбы противоположностей. закон единства и борьбы противоположностей. То есть все развивается по закону единства и борьбы противоположностей. Во всем есть противоположности. Вот давайте рассмотрим одну противоположность. Противоположность – это значит, вот есть одна сторона – это одно, а другая сторона – это ее противоположность. И в целом, получается, две противоположные стороны. Но они в единстве уже находятся. Они же в единстве, правда? А раз это другая сторона одного и того же, значит, каждая из этих сторон содержит в себе и другую сторону, раз они находятся в единстве. А раз они находятся в единстве и содержат другую сторону, это уже не единство противоположных сторон, а единство противоположностей. Приведу пример, опираясь на то, что мы с вами сейчас участвуем в одном действии, это лекция. Лекция предполагает две стороны, лектора и студента. Если лектора нет, лекции не получится. Если студентов нет, вообще-то тоже лекции не получится. Это не лекция, это может быть выступление записанное и так далее. А раз не получится, значит, лектор без студентов не лектор, а студенты без того, кто их обучает, вообще-то не студенты. И поэтому в каждой стороне есть единство противоположностей. Поэтому у нас не просто противоположность, а единство противоположностей. И вот всё развивается по закону единства борьбы противоположностей, то есть в развитии имеются противоположные тенденции. Мы об этом ещё будем говорить и можем считать, что то, что сейчас я рассказываю, некое прелюдие к тому, что мы ещё будем изучать. Вот для раскрытия закона единство противоположностей надо будет определить такие категории, как тождество, различие, противоположность, противоречие. Вот скажите, пожалуйста, тождество – это тождество тождественного или тождество различного? Как это? Как это? Всё-таки это же о противоположности. Либо это, либо это. Тождество. Может быть, вот тождество одного и того же. Скажем, можно говорить о тождестве, если речь идёт о том, что ёлка – это ёлка. Тут есть какое-то тождество? Что это за утверждение и что это? Это называется вообще тавтологией, повторение одного и того же. Поэтому о содержательное тождество, да, тождество говорят – мы с вами люди. То есть вы – люди, я – человек. Правильно? Мы как люди тождественные. Но мы разные же люди. Разные. Но если… Значит, у нас не тождество, а различие. А различие содержит в себе тождество? Содержит. То есть мы разные, но люди. Поэтому тут есть и тождество. То есть либо вы берёте различие, тогда тут есть тождество в понятии этого различия. Либо вы берёте и тождество, но это тождество различного. И никаких других таких нет такого тождества, которого бы не было тождеством различного. И нет такого различия, которое бы не было тождеством различием тождественного. Тордец – это категория, выражающая равенство объекта самому себе или нескольких объектов друг к другу. А различия – категория, выражающая отношение неравенства объекта самому себе или объекта друг к другу. Противоположность – это категория, отражающая взаимоотношения таких сторон объекта или объектов друг с другом, которые отличаются друг от друга. Но это стороны одного и того же, поэтому противоречие всегда включает в себя и тождество, и различие, и противоположность. Это процесс взаимопроникновения и взаимоотрицания противоположностей. А противоречие является внутренней основой развития. Развитие представляет собой процесс становления, обострения и разрешения противоречия. Разрешение любого противоречия представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращение его в качественно иной объект. Выделяют также закон отрицания-отрицания. Этот закон отражает общий результат и направленность процесса развития. В соответствии с этим законом, любая последующая фаза развития предмета отрицает предыдущую. Таким образом, что удерживает, сохраняет необходимые черты последней, в то время как утратившие существенные черты ее исчезают вместе с ней. Спиралевидная форма процесса развития детерминируется его необходимыми атрибутами – повторяемостью и преемственностью. Ну вот, скажем, смена времен года чем характеризуется? Вот сейчас появляется весна, после весны будет, как вам известно, лето, после лета будет осень, за осенью последует зима, за зимой последует весна, и опять мы придем к марту. Это будет этот март или другой март? Другой март другого года, вы уже будете на третьем курсе, а не на втором. Поэтому тут, с одной стороны, все повторяется, а с другой стороны, все другое. То есть, есть и то, и другое. Вот почему философы говорят, что не круговое развитие является, так сказать, ну как бы выражением этого развития, а именно спиралевидное. Спираль, она приходит туда же, вроде бы, и не туда, уже на более высоком уровне. Вы будете больше знать, больше уметь и так далее. Основные законы диалектики раскрывают сущностные характеристики процесса развития, его причину, направленность, характер. Категории наряду с законами и принципами составляют необходимую часть учения о диалектии. Категории – наиболее общие понятия. Категории диалектики – это всеобщие понятия. К ним относятся категории сущности и явлений, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, возможности и действительности, содержания и формы и так далее. В философии отдельно выделяется проблема сознания. Проблема сознания в философии. Что такое сознание и природа мышления в чём? На вопрос о том, что такое сознание, на самом деле не так просто ответить. Попробуйте ответить на вопрос, а что такое сознание? Кто берётся ответить на вопрос, что такое сознание? Тут все в сознании? Как вы это узнали? Для того, чтобы узнать, сознание я или нет, надо знать, что такое сознание. Кто может сформулировать, что такое сознание? Ну вот, обратите внимание, это снова слово, очень широко употребительное понятие – известное. И вот Гегель говорит, известное ещё не есть от того познанное. Почему? Оно так рано известно становится, с такого раннего возраста, когда человек ещё не задумывается над смыслом, а просто его повторяет. И так он потом повторяет всю жизнь, если не натолкнётся на вот эту проблему, которая у нас возникла в связи с изучением философии. Мы как бы заново ставим вопрос о том, а что это такое? Давайте дадим этому научное понятие – сознание. От чего вы решили, что у вас есть сознание? Может, его нету? А если есть, так а что вы этим хотите сказать? И как люди теряют сознание? Как можно его потерять? Что это такое? Это не кошелёк же, это сознание. Как можно потерять сознание? Какой смысл этих высказываний? Или мы говорим, человек сознательный, несознательный. Что это значит? Какие-то есть попытки ответить на этот вопрос? Значит, возвращаемся к… На самом деле, это очень непростой вопрос. Возвращаемся к материи. Материя обладает свойством всеобщим – отражать самое себя. Отражать надо понимать буквально. Вот если вы бросите, так сказать, мячик в стенку, он отскочит, правильно? Или если вы представляете собой два отряда, которые воюют между собой, два противоположных отряда по принадлежности к другим противоположным аромам, то, может быть, атака отражена или не отражена. Так вот, у материи имеется всеобщее свойство – отражать воздействие других элементов или частей материи. Вот вы бросите в стену дома камень, и камень или отскочит, или просто упадет вниз. То есть он отражен. И так далее. Вот я вам говорю, а то, что я говорю, это как доходит до ваших ушей. Звук – это что? Колебания воздуха. Эти колебания воздуха улавливаются чем? Барабанной перепонкой. Но барабанная перепонка относится к материи, правильно? И колебания воздуха относятся к материи. То есть я эти колебания воздуха создаю, а вы, когда мне отвечаете, делаете то же самое. И тогда уже доходит до моих барабанных перепонок, и я тогда реагирую. То есть организм человеческий, а человек – это высшая форма движения материи. Высшая – нам приятно осознавать, что мы к вам принадлежим к высшей форме движения материи. Какая? Такая, которая способна отражать все формы материи, в том числе и себя. Где отражать? В своём сознании, в своей голове. Сознание – это форма отражения материи, или свойство высокоорганизованной материи отражать материю. В том числе и себя. Самосознание. Вот у вас есть самосознание? Вы-то сознаёте, кто вы есть? Сознаёте. Но вы отражаете всю материю, и себя в том числе. То есть сознание – это свойство высокоорганизованной материи отражать материю. Вот что такое сознание. Я думаю, вы должны себя больше уважать после сегодняшнего занятия. Вы таким свойством обладаете, что просто не знаю даже, где его взять ещё. И как бы получили – бесплатно. Но это должно быть, что его получить можно только в обществе. Потому что как? Известно, если, скажем, ребёнок попал к волкам, и до пяти лет он там остаётся в стае, он уже человеком стать не может. То есть процесс получения сознания человеческого – это общественный процесс. Он только в обществе и может происходить. Это очень сложный общественный процесс. И он начинается вот прежде всего с того, что сам уже процесс рождения уже общественный. Уже, так сказать, в роддомах рожают, а не где-нибудь. А это специальное общественное учреждение, которое облегчает роды. И мы находимся рядом вот буквально с институтом, в котором как раз и облегчают. У меня внучка вот здесь родилась. Я как-то занятия вёл на вечернем, и в этот момент мне сообщили, что внучка у меня родилась. Тоня, ей уже сейчас шесть лет. То есть с самого начала сознания – это такой процесс, который происходит в обществе, посредством общества. И тут именно как сознательный человек, человек проявляет себя как человек. Потому что все остальные сарминстинкты есть и у собак, и у кошек. Правда? То есть желание, так сказать, что-то съесть или поймать какую-то птицу, или защитить себя – это есть у самых разных животных. А вот в сознании ни у кого другого нет. Человек – это та часть материи, которая обладает этим свойством. С чем я вас и поздравляю, поскольку вы принадлежите к той части материи, которая способна познавать, отражать материю и себя в том числе. А вот та часть материи, которая не пришла сегодня на лекцию, она тоже вообще-то обладает таким свойством, но не воспользовалась возможностью получить более точное отражение. Проблема сознания и философии, природа мышления. Центральное место в нервной системе занимает мозг. Это вы знаете. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллиардов нейронов, каждая из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клетками. Мозг современного человека составляет 1,5 часть массы его тела. Для сравнения, у шимпанзе 1,1,5. То есть у нас относительное значение мозга в три раза выше, чем у шимпанзе. Так, у гориллы 1,5 часть. Только два вида млекопитающих дельфины и морские свиньи превосходят человека и по весу мозга, и по количеству извилин. Превосходят. Но важна не столько у дельной массы мозга, сколько и у внутренней организации. У человека некоторые нервные волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду, или 360 километров в час. Хотя говорят, что только пятая часть мозга задействована, но правильно говорить, что мы знаем предназначение только одной пятой части мозга, а назначение остальных четырёх пятых мы не знаем пока. Поверхность головного мозга, кора, имеет глубину 2-6 миллиметров всего, имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в три раза. Вот так выглядит та часть материи, которая отражает эту самую материю. Человеческая психика включает в себя ощущения, восприятия, представления, разум, абстрактное мышление, эмоции, волю. Сознание, можно сказать, многомерно. С антологической точки зрения сознание существует как идеальная реальность, как продукт мозга. С гоносеологической точки зрения сознание – объективный образ объективного мира. С аксиологической точки зрения, аксиология – это наука об оценках, которые о ценностях. С аксиологической точки зрения сознание не просто отражение действительности, но и отношение к действительности и её оценка. С кибернетической точки зрения сознания есть информация, заключённая в сигнале. Функции сознания – познавательная, аксиологическая, то есть делать оценки. Функции целеполагания – конструктивная, коммуникативная, регулятивно-управленческая. Язык при этом выступает как действенное сознание. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. Язык является средством выражения и закрепления мыслей в словах и предложениях. Мысли без языка не только не могут быть высказаны, но и не могут возникнуть в голове человека. Всё. Вот вы подумали, вы же это в словах выражаете. А если вы в словах не выражаете, это инстинкт. Например, голод – язык, живот подведёт, и вот это чувство голода. А тут мысли никакой нет. А вот чтобы съесть такое – это уже в языке выраженная мысль. Язык – система понятий, с помощью которых человек получает, хранит, перерабатывает и передаёт знания. Любой язык есть единство состава, а совокупности знаков и структуры, грамматика, правила, коды. Когда мы говорим, пишем, мы кодируем значения мыслей в знаках. Там мы слушаем, читаем, мы декодируем знаки, извлекая из них значения. Язык выполняет две основные функции – экспрессивное – средство выражения мыслей, и коммуникативное – средство связи. Языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им смысла. В нём, в языке в таком, нет чётких критериев о смысленности и утверждении. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают никаких предметов. Существуют различные гипотезы возникновения языков. Подражание животным. Язык родился из рефлекторного выражения эмоций. Подражание звукам природы. Связывается с ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык, ведь и животные тоже слышат те же звуки природы, реагируют на них, выражают эмоции, но у них не возникает способность произносить речь и понимать другого. Теперь мы с вами добрались ещё до одной большой философской проблемы. Это проблема гносиологии, то есть учения о познании. Гносиология как учение о познании. Ну, прежде всего, выделяется понятие. Познание выделяется как предмет философского анализа. Теория познания, гносиология – это раздел философии, в котором изучается природа познания, его возможности. Отношение знания к реальности. Выявление условий достоверности и истинности познания. Термин «гносиология» введён в середине XIX века, но само учение возникло во времена античности. Наличие агностицизма свидетельствует, что познание – это сложный феномен. И здесь есть о чём рассуждать. Агностицизм означает непознаваемость. То есть есть философы, которые утверждают, что познать невозможно мир. А раз невозможно, можно и не пытаться. То есть что-то мы познаём, а в целом познать невозможно. И наоборот. Гносиология и диалектика, прежде всего, диалектическое понимание или диалектическое раскрытие содержание агностиологии сводится к тому, что мир познавать можно всё больше и больше, и весь мир познаваем. Другое дело, что всегда мы имеем, с одной стороны, какие-то уже истины, мы добыли абсолютные, но какие-то истины ещё носят относительный характер. Они ещё будут проверяться, перепроверяться, уточняться и так далее. Паратагор в V веке до н.э. писал о богах, я не могу знать, есть они или нет их, потому что слишком много препятствий такому знанию. И вопрос тёмен, и людская жизнь коротка. Человек, он говорил, есть мера всех вещей, как оно кажется, так оно и есть. Основателем античного скептицизма, то есть скептицизм – это такое учение, которое научно выражает сомнение в правильности нашего познания. Дескать, так-то оно вроде и так, но сомнительно. Пиррон, 4-й, 3-й век до н.э. Он считал, что всякому утверждению о предмете может быть с равным правом противопоставлено противоречащее ему суждение. Вывод какой? Скажем, ну, в диалектике это стало нормой, правилом, да? Надо взять одно утверждение, надо взять другое утверждение и соединить их, и посмотреть, какое значение имеет единство этих противоположностей. А первоначально вывод был сделан такой. Надо воздерживаться от категорических суждений. Английский философ Дэвид Юм, 18-й век, считал, что природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и представляет нам лишь знания поверхностных качеств объектов. Эммануил Кант, 18-й век, не сомневался в существовании вне сознания вещей в себе, но считал их непознаваемыми. То есть есть вещи в себе, но мы их познать не можем. И вот только Гегель разобрался с этой вещью в себе, которую пропагандировал Кант, и сказал, что почему же мы не знаем, что такое вещь в себе. Вот то, что придумал Кант, то, что нельзя ни осязать, ни наблюдать, ни познавать, это пустая, неживая абстракция. Мы очень хорошо знаем, что это такое. И по существу вышвырнул, так сказать, вот эту категорию из философии. Так что и с точки зрения Гегеля всё познаваемо. Другое дело, что всё, никогда вы не можете сказать конец, что мы познали всё. Всё познаваемо, но не всё познано, и не всегда вы делаете окончательный вывод. Немецкий физиолог Мюллер в 19-й век выдвинул идею, что существует специфическая энергия органов чувств, играющая, решающая роль в специализации ощущений. Внешний фактор лишь запускает энергию соответствующих органов чувств. Мы не знаем о сущности внешних предметов, мы знаем только сущности наших чувств на том основании, что всё это знание мы получаем через наши органы чувств. Основные формы и методы познания выделяет чувственное познание, которое даёт нам знание лишь о внешних проявлениях объекта. Формы чувственного познания ощущения – это чувственный образ отдельных свойств объектов. Восприятие – чувственный образ объекта в совокупности всех его свойств. Представление – чувственный образ или ранее воспринимаемого объекта или созданного продуктивным воображением. В отличие от чувственного логическое познание, это познание сущностное, глубинное оно безгранично. Форма чувственного познания – понятие – это мысль, отражающая объекты в их общих и существенных признаках. Суждение – это мысль, в которой что-либо о чём-либо утверждается или отрицается. Суждение может быть истинным или ложным. Выведение нового суждения из других суждений называется умозаключением, которое бывает дедуктивными, индуктивными или рассуждения по аналогии. Гегель говорил, что рассуждения по аналогии – худший вид рассуждений. То есть вы берёте аналогии, они не такой гарантии, что именно это повторится и нет, и быть не может. Следующая проблема, которая обсуждается философией и обсуждалась философией во время её истории и сейчас обсуждается – это проблема истины философии и науки. Проблема истины является ведущей в теории познания. Что такое истина, мы с вами сегодня уже говорили. Истина – соответствие понятия объекту. Но это первое определение истины. На самом деле, забегая вперёд, можно сказать, что есть и другой критерий истины. Когда вы уже сформировали понятие о действительности и когда вы уже познали действительность, вы можете поставить себе задачу, можете выдвинуть идею. А идея – это не просто мысль, отражающая действительность, а идея – это мысль, реализация которой, которая нас побуждает к действию, реализация которой преобразовывает действительность. Другими словами, идея – это мысль, отвечающая на вопрос «что делать» или «что сделать». проблема истины является ведущей в теории познания. При изучении проблемы истины следует выделять два момента – определение истины и критерии истины. Истина – это соответствие знаний действительности. Вот положение, которое является главным в классической концепции истины. Классическое понимание истины разделяли Платон и Аристотель, Фома Аквинский, Гольбах, Гегель и Маркс. Истина объективна, то есть содержание нашего знания не зависит ни от человека, ни от человечества. Из понимания истины как объективной следует также ее конкретность. конкретность истины – это зависимость знаний от связей и взаимозависимости, присущей к тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют и развиваются. Важное место занимает такие формы истины, как абсолютная и относительная истина. То, что мы получили в результате некоторого исследования или изучения, это что? Это относительная истина. Но в ходе углубления нашего познания мы добываем такие истины, которые остаются уже неизменными, как бы глубоко мы не постигали соответствующий предмет. Под абсолютной истиной в настоящее время понимается такого рода знание, которое тождественно предмету, и потому не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. Такая истина есть. Первое. Результат познания отдельных сторон изучаемых объектов. Констатация фактов. Второе. Окончательное знание определенных аспектов жизни. Третье. То содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания. Четвертое. Полное, актуальное, никогда целиком не достижимое знание о мире. Относительная истина – это неполное знание о том же самом предмете. Истина во все времена остается истиной. Поэтому относительная истина – это истина объективная, исключающая заблуждение и ложь. Когерентная концепция истины. Истинное знание – это самосогласованное, непротиворечивое знание. Вот такое понимание истины отстаивал основоположник этой концепции Эммануил Кант. А в XX веке неопозитивизм, дескать, вот оно непротиворечивое, берем без всяких противоречий. Так, Нейрат писал, что истиность научного знания в том, что все знание представляет собой самосогласованную систему. Но еще Парменит и Зенон считали, что соответствие знания действительности может быть удостоверено не путем наблюдений, которые не дают достоверного знания, а лишь путем установления непротиворечивости знания. Прагматическая концепция истины это Пирс и Джемс. Истина утверждения состоит в его согласии с конечным критерием. А этот критерий есть полезность данного утверждения для действия. Вот если полезна, значит она истина. В настоящее время распространен подход, называемый элиминационным. Истина – неопределенные понятия, ведущие к трудностям. необходимо искать более удобные понятия, например, соглашения или иные заместители истины. Проблема критерий истины, практика и роль в познании. Проблема критерий истины. Рене Декарт ворог Спиноза Лебниц в качестве критерия истины предлагали ясность и отчетливость мыслимого. Вот, если это ясно изложено, значит это истина, а если не ясно, значит не истина. Эти истины – результат естественного света разума. Но ясность и очевидность – это субъективное состояние сознания. Второй критерий истины, который предлагался – общезначимость. Истина – то, что соответствует мнению большинства. Но еще Демокрит замечал, что вопрос об истинности не решается большинством голосов. Часто первооткрыватели, отстаивая истину, оказывались в одиночестве. Третье. Критерием истины, ну вот, я остановлюсь, так сказать, один пример приведу. Вот у нас критериями истины раньше там еще до Демокрита было большинство. Вот как принимается решение о присуждении ученой степени кандидата наук. Не просто большинством, большинством двух третей. Вот если вы две трети не получили, то вы кандидатскую степень не получите. А вот не кажется ли вам странным, что новое, действительно новое знание не может сразу получить две трети голосов за себя? Чем оно новее, тем меньше голосов оно получает. Чем более оно высокое, это знание, тем более оно глубокое, тем меньше шансов, что оно изначально получит две трети голосов. Что такое две трети голосов? Две трети голосов это значит достаточно одной трети, которая не согласна с этим мнением, для того, чтобы оно не было признано. То есть у нас вся система присуждения ученых степеней и присвоения ученых знаний основана на том, что вот требуется две трети голосов голосующих. А две трети это значит, что одна треть может возражающих, может не допустить этого. Поэтому вот то, что мы берем из истории и философии, оно на самом деле вовсю распространено в нашей практике и узаконено в соответствующих нормах. Критерием истины в рамках когерентной теории истины является логическая непротиворечивость знания. А диалектика настаивает наоборот, на том, что все противоречиво. И поэтому и изображение противоречивого должно быть само противоречиво. Прагматическая концепция истины делает акцент на внетеоретические критерии, считая полезность, эффективность знания решающим критерием. Если она для чего-то истина полезна, вот это истина. Если это знание не полезно, то она и не истина. Вот как относится к этому прагматической концепции. Конвенционалистская концепция решающий критерий считает согласие научного сообщества. Поскольку вопрос об истинности той или иной теории в итоге решает научное сообщество, то само согласие должно служить окончательным критерием истинности. Вот мы с вами пообсуждали и проголосовали. И вот то, за что мы проголосовали, получилось, что мы его согласовали, это и будем считать истиной с точки зрения вот этой концепции. Марксистская концепция гласит, что ведущий критерий истины – это практика. Если практика подтвердила, значит истина. Если не подтвердила, значит истина. Концепции критикующие понятия критерия истины еще Канн считал, что понятие всеобщего критерия истины является бессодержательным. Карл Поппер делает вывод, что точно фиксируемого и универсального критерия истины вообще не существует, поэтому нет смысла заниматься его поисками. А что такое практика? Практика – это целесообразная, сознательная деятельность людей, направленная на преобразование окружающего мира. Конечно, к критерию истины надо относиться системно, и все-таки решающая поверка истинности знаний за практикой. Одним из важных разделов философии является философская концепция человека или антропология. антропология. Термин антропология был введен Аристотелем для обозначения совокупности знаний о духовной стороне человеческого общества. С XVI века термин стали использовать по отношению к знаниям о физическом строении человеческого тела. Французские материалисты XVIII века понимали под антропологией знания о духовной и материальной стороне человека. Эммануил Кант различал физиологическую антропологию, исследование того, что делает из человека природа, и антропологию прагматическую, исследование того, что делает или может сделать человек сам из себя. возникает и получает свои первые ответы еще задолго до того, как сложилась философия. Идея человека пронизывала мышление греков, и свидетельством этого является антропоморфизм древнегреческой религии и космологии. Но именно в V веке до нашей эры человек во всей полноте своего бытия оказывается в центре внимания философии. Греческую цивилизацию с полным основанием именуют гуманизмом, поскольку ее завоевания были направлены на то, чтобы увеличить власть человека над природой, укрепить его положение в обществе, найти и утвердить подлинную сущность человека, его достоинства и блага. Обычно создателем первой философии человека называют Сократа. По словам Цицерона, он первым спустил философию с небес на землю, поселил ее в городах и домах, научил людей размышлять о жизни и нравах, о добре и зле. Но еще до Сократа появляется школа софистов, которые видели свою задачу в просвещении людей, в том, чтобы сделать философию и науку действенными факторами жизни. Противовес зрение греческой идеи, что добродетели не учатся, а с ней рождаются, софисты выдвигают просветительский лозунг «добродетели можно научиться». Под добродетелью греки понимали не только моральные качества, а всю совокупность человеческих способностей. Вслед если для софистов человек центр культуры, ее творец во всех ее проявлениях, то для Сократа человек только тот, кто познает и творит добро. Божественно санкционируя этическое познание, Сократ призывает познать самого себя. Он говорит «Познавай, ищи самого себя, испытай, знающий ли, добрый ли ты или нет». Сократ обращается не к человеку вообще, а к данному конкретному индивиду. Платон был прямым наследником Сократа. Какова христианская концепция человека? Ранее христианство выдвигает идею бессмертия отдельной человеческой души. Раб от природы такой же человек, как и другие. Христианство приравнивает рабов и свободных. Но уже не по природе, а по духу. Христианство предлагает равенство, но это не действительное равенство, а идеальное. Одним из наиболее ценных приобретений этого этапа была идея бессмертия, однократности и самоценности человеческой личности, которая развивается в рамках христианской философии. Августин Блаженный в своем учении придает большое значение христианским идеям бессмертия человеческой души, грехопадения и искупления, но сохраняет неизменным принцип подчинения человека абсолютным нормам потустороннего мира. У Августина, как и в платонизме, человек остается во власти абсолютных и общезначимых сущностей божественного миропорядка. Но вместе с тем Августин ищет пути приобщения и подчинения этой живой человеческой личности божественному миропорядку. Душа человека рассматривается Августином в различных ее проявлениях как некая в себе самой замкнутая субстанция. Решающее значение для нравственной жизни имеет не интеллект, а воля. Любовь противопоставляется теории. вера знанию, живая надежда рациональной вере. В отличие от более поздней рационалистической философии Августин выдвигает принцип душевной и эмоциональной приверженности Богу. Не принцип знания, а принцип любви. В честной связи с этим находится его учение о предопределенности, согласно которому Бог заранее определяет свое отношение к людям. Неся им свою милость и наказание независимо от их заслуг и поступков. В отличие от Августина Фома Аппинский связывает христианское учение с философией Аристотеля. Он также понимает бытие Бога в духе христианской религии, признает творение мира из ничего и бессмертие человеческой души. Но душа не существует до земной жизни, она создается Богом и знание приобретает не путем воспоминаний, как у Платона, а через чувственное восприятие. Человек частица установленного Богом миропорядка и занимает заранее отведенное ему место. Ценность жизни и поступков определяется тем, насколько она соответствует этому данному порядку. Человек нового времени Реформация противовес средневековой идеи внешнего миропорядка выдвигает положение о живом, индивидуальном и однократном характере встречи человека с Богом и о личной ответственности верующего за свои убеждения. Человек, как абсолютно греховное и падшее существо отделяется от Бога, отстаивая идею о непосредственном согласило личную внутреннюю веру единственным путем спасения. Религиозная идея извечной греховности человека и аскетизма возрождение противопоставляет свои доказательства врожденного стремления человека к добру, счастью и всестороннему совершенству, идеи целостности человеческой природы, неразрушимое единство ее духовного и телесного. в этике эпохи возрождения получает свое развитие и распространение эпикурианства, что соответствовало господствовавшим тогда идеалам гуманизма, той жажде земного счастья, всестороннего развития личности, которые были характерны для раннего буржуазного мироощущения. Рационализм античных мыслителей, платоновский дуализм души и тела обновляют себя в философии Декарта. В духе рационализма Декарт видит сущность человека мышления в разумности. Начиная с сомнения истинности общепризнанного знания, Декарт путем логических рассуждений приходит к признанию первого достоверного факта – самого сомнения, а следовательно и мышления, и уж через него существование мыслящего существа человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Так, единственным достоверным признаком человеческого существования, определяющим природу человека, утверждается мышление, интеллект. Природное, биологическое, общественное, социальное в человеке, антропо-социогенез и его комплексный характер. Что такое человек? Какое место, каково место занимает человек, каково место человека в природе? Вечно ли существует человек, или он возник на каком-то этапе развития мира? Если он возник исторически, то каким образом? Каким было его раннее существование? В чем состоит его предназначение? Эти тесно связанные между собой вопросы издавна волновали людей. Ответы до них определялись достигнутым уровнем развития науки, естествознания, философскими и идеологическими познаниями мыслителей, ученых. Несмотря на ряд гениальных догадок, проблема происхождения человека и общества в древности в Средневековье была покрыта наслоениями мифологии, мистики, религиозных домозлов, умозрительных спекуляций, далеких от доказательности обоснованности. Настоящий переворот в накоплении антропологических и этнографических данных начинается в эпоху великих географических открытий в конце XV века. В конце XIX века материалистическое естествознание в тесном союзе с гуманитарными и общественными науками существенно продвинулось в решении проблемы происхождения человека и общества. Следующий шаг в понимании правобытной истории человечества связан с построением таких общих схем всемирно-исторического процесса, в которых народы заморских стран выступали как представители ранней ступени развития человечества. Значительную роль в разработке сыграли великие французские просветители XVIII века Руссо, Дидро, Монтискне, Вольтер, Кондорсе и другие. Одни из них, в частности, Руссо и Дидро, идеализировали первобытность, представляли ее как золотой век человечества. Все основные и позитивные качества которого утеряны последующими поколениями в эпоху цивилизации. Другие, например, Кондорсе, разрабатывали концепции исторического прогресса человеческой истории, разума и культуры. Благодаря развитию разума человек проходит определенные ступени общественного устройства от охоты и рыболовства к одомашниванию животных эпоха рабства, а от него к земледелию эпоха феодализма. Первоначально каменные орудия древних людей, которые случайно ходили в земле, не рассматривались как предметы, имеющие отношение к истории человечества. Их считали талисманами, посланиями богов, которые боги метают вместе с молнией на землю. Но уже в XVIII веке возник интерес к изучению найденных в раскопках орудий труда и предметов утвари первобытных людей, ведь именно такими инструментами пользовались первобытные народы Нового Света Африки и Южной Азии. В первой половине XVIII века все чаще высказываются мысли о существовании каменного века у древних людей, о том, что каменные предметы и это выполненные в незапамятные времена произведения рук человеческих, что человек существовал задолго до Адама и Евы. Сначала такие заявления резко отторгались не только церковными, но и научными кругами. В 1730 году в Парижской Академии письменности и изящной литературы разразился публичный скандал. После доклада одного французского исследователя о каменных орудиях древних людей академики устроили ему обструкцию, требуя от него признание возможности образования каменных орудий в процессе физических реакций в воздухе, вызываемых ударами молнии. В середине XVIII века Карл Линей положил начало научного представления о происхождении человека. В своей системе природы в 1735 год он отнес человека к животному миру, помещая его в своей классификации рядом с человекообразными обезьянами. Интересно, что Линей, подчеркивая родство человека и человекообразных обезьян, называл орангутана хома силветрис, человек лесной. В XVIII веке зарождается и научная приматология. так, в 1766 году появилась научная работа Бюфона об орангутане. Голландский анатом Кампер показал значительное сходство в строении основных органов человека и животных. Все это позволило поставить на принципиально новую научную основу вопрос о границах мира человеком и высшими приматами. В XVIII и первой половине XXIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили эмпирический материал по объему уже достаточный для разработки научной теории антропа социогенеза. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Буше де Кравкер де Перта. В 1840 1850 годах он искал, собирал грубо оббитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтом и тому подобное. Открытие археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клирикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами носила чуть ли не детективный характер. Только в 1860-х годах его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Учение Дарвина как основа материалистической теории антропогенеза. В первой половине 19 века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете идеи вот этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечества получал качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека Богом. Даже Ламарк не решался довести до логического завершения идею эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога в происхождении человека. Он завершил разбор проблемы происхождения человека в своей философии зоологии словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение человека» и «Половой отбор», в котором на громадном фактическом материале из сравнительной анатомии, зоогеографии, истории, археологии Дарвин обосновывал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции, а человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших, более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты клирикалами и креационистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей, тем не менее последующее развитие учения о происхождении человека было возможно только в русле естественно научного материалистического мировоззрения. Тот, кто не смотрит подобно дикарю на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения, писал Дарвин. После работ Дарвина материалистическое положение о животном происхождении человека стало краеугольным камнем теории антропосоциогенеза. Поскольку человек это не только биологическое, но и социальное существо, как мы выяснили сегодня, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе в биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще и некоторый надбиологический социокультурный фактор. Какой же это фактор? Ответ на этот вопрос дал Энгельс в работе «Роль труда» в процессе превращения обезьянов в человека. В ее основе лежит идея о том, что труд не только средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бысия, а вместе с тем и решающим критерием, разграничивающим человека и его животных предков, человекообразных обезьян. Идея о роли труда в происхождении человека и общества не потеряла своего начала и по сей день. Все специалисты по древней археологии, палеоантропологии исходят из представления решающей роли труда в антропо-социогенезе. Предпосылки антропо-социогенеза общей предпосылкой возникновения человечества выступала длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропо-социогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими, а биотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции историческое развитие биологических организмов определяется рядом эволюционных факторов – мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественным отбором и другое, включенными во взаимодействие с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельного индивида, а на популяцию. Через последовательную смену поколений сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определяло предпосылки и протекание антропосоциогенеза. Абиотические предпосылки антропосоциогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропосоциогенеза. Становление человека происходило в последний период кайнозойской эры истории Земли, в конце эпохи неогена. Геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которой определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропосоциогенеза включают в себя оледенение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы, повышение уровня радиоактивности в результате землетрясений, горообразования, тектонических разломов коры и другое, изменение магнитного поля Земли. За последние 5 миллионов лет магнитные полюсы Земли менялись в 4 раза и так далее. Биологические предпосылки. Понять антропосоциогенез невозможно, не проведя анализы эволюции высших биологических организмов, их анатома физиологического строения, которая послужила предпосылкой формирования определенной телесной организации человека, а следовательно перехода к трудовой деятельности и формированию сознания. Современное материалистическое естествознание исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира, от человекообразных обезьян. Человек и обезьяна имеют столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Приматы – высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне рассчитывается около 200 видов приматов среди более чем 4 тысяч видов млекопитающих. Невозможно себе представить появление человека в составе иного отряда, менее одаренного. Приматы обладают широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций их передних конечностей обусловили развитие большого по размерам головного мозга и его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трехмерном пространстве и цепкие передние конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокое координированное движение требует высокой организации нервной системы. Основные пути перестройки телесной организации ископаемого предка в направлении очеловечивания это прямохождение, развитие руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Переход к прямохождению, смена древесного образа жизни на наземной одна из важнейших предпосылок формирования гоминид. Использование природных факторов – это еще не труд. Труд предполагает создание орудий труда. Поэтому австралопитековых относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, использование природных предметов для добывания пищи делает этих человекообразных обезьян непосредственными пришественниками человека. Биологическая эволюция австралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасности для жизни австралопитека. Так, ряд черт поведения австралопитековых, сложившихся в условиях древней жизни, был малопригоден, а то и вовсе вреден для наземной жизни. Австралопитек медленно бегал, у него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая плодовитость, как и у всех высших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления и развития тех качеств австралопитековых, которые позволяли противостоять враждебной окружающей среде. Прежде всего совершенствовались прямохождение и устойчивость тела, увеличилась подвижность передних конечностей для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения, выкапывание корней и клубней, сдирание шкуры с убитого животного, разрезание мяса и тому подобное. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, который обеспечивает ориентацию в пространстве, возрастали взаимозависимость членов стада, их сплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения, психика, формы отражения. У антропоидных предков человека трудовая деятельность, производство орудий труда. Закономерное неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудий труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира качественный скачок из биологического мира посредством трудовой деятельности. И благодаря этой деятельности из биологического мира выделилась качественная новая форма материи – человеческое общество. Ведущий биологической предпосылкой, которая сомментировала все остальные предпосылки антропа, социогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива была, видимо, стадная охота. И именно в стадной охоте деятельности и в принципе коллективной складывается и орудийное практическое отношение к природе, и социальные отношения между членами правоводного стада, а также формируется высший уровень психики сознания. Вместе с тем, возникновение зачата труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологические факторы. Еще долгое время природные условия ввели за собой формирующегося человека, постепенно выходившего через посредства орудия труда из животного состояния, преодолевавшего путы природно-биологических связей, формировавшего деятельное практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно. Так образно характеризовал первоначальные формы человечности один из выдающихся антропологов XX века Пьер Теяр де Шарден. Биологические предпосылки социальных отношений. Генезис человека – это единый процесс морфо-физиологического превращения животного в человека, антропогенез. Из стадных объединений животных в человеческое общество – социогенез. Становление социальных отношений способствовало обузданию биологических инстинктов, в том числе проявлений зоологического индивидуализма, замене их отношениями социальной коллективности. Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то накопленный в процессе труда опыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново, от одной особи к другой, от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Биосоциальное общение у антропоидов поддерживается средствами коммуникации, язык жестов, звуковые сигналы, выражающие радость, печаль, злобу, возбуждение и тому подобное, действиями поцелуя, объятия и другое. Важную роль играет и демонстрационное манипулирование, как зачаточная форма передачи индивидуального опыта стадному коллективу или его части. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими, завершения антропо-социогенеза. На этом мы сегодня лекцию закончим, поскольку общество родилось, сложилось, и можно его изучать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...